Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Состоялась конференция «Арцахский вопрос сегодня». Мы сражаемся за нашу святую землю, за наши святыни Рудик Хусенцы. Ночь в населенных пунктах Арцаха была относительно спокойной. Обстрел подвергся только Шуши. Армянские силы ликвидировали полковника спецназа Азербайджана Терана Менсимова и группу Нахачеванского. Первая группа добровольцев из Абхазии выехала в Арцах. В провинции Хакари Западной Армении проливной ливень превратился в наводнение. Музыканты продолжают поддерживать Арцах благотворительными концертами. В Ереванском центре Западной Армении состоялась конференция под названием «Арцахский вопрос сегодня». Со вступительной речью на конференции выступила премьер-министр Республики Западной Армения Сед Амелькян, затем президент Арманак Абрамян более подробно представил тему конференции. В первой части мероприятия президент наградил присутствующих на конференции военнослужащих полковников Мишу Тадавусяна и Амика Саядяна, а также Арутюна Копяна, Арамаиса Човищана. Они были награждены медалью Западной Армении, и эта медаль имитирует памятную медаль армянского легиона. Сразу после церемонии военные отправились на передовую. Во второй части конференции президент Республики Западной Армении Арманак Абрамян представил и проанализировал последствия нынешней войны в Арцахе, показав, что это неотъемлемая часть армянского вопроса, отметив, что в настоящее время более чем необходимо представить международному сообществу общий правовой пакет армянского вопроса. По завершении мероприятий президент ответил на вопросы участников, состоялся конструктивный обмен мнениями. «Мы хотим дипломатического решения, мы хотим выйти победителями из этой войны». Об этом в телефонном разговоре с mamul.am сообщил главный советник президента Республики Арцах посол по особым поручениям Рудик Хусюнц, касающийся террористических атак Турции и Азербайджана против Арцаха. По его словам, в этой войне армянский народ воюет против 7 и 8 государств. Более того, задействованы наемники, которые воюют с применением запрещенного оружия. Мы находимся в состоянии войны 40 дней. Мы сражаемся против демонических сил. Мы будем бороться до конца. Мы боремся за свою родину, святую землю и за нашей святыни. Право Арцаха на самоопределение является приоритетом для всех нас. Мы должны обеспечить нашу победу на поле боя», – отмечает Хусюнц. Ночь на 7 ноября в мирных населенных пунктах Арцаха выдалась относительно спокойной. Об этом Армен Пресс сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Арцаха. После полуночи относительное спокойствие сохранялось в Степанакерте и других городах, кроме Шуши. Город-крепость Шуши регулярно подвергался ракетным обстрелам, сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям Арцаха. Армянские силы на Гатрудском направлении Арцаха ликвидировали полковника Терана Минсимова. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке главный уполномоченный по делам диаспоры Зареси Нанян. Два дня назад азербайджанцы распространили информацию о транспортировке своих спецназовцев из Нахачевана на материк в Азербайджан для борьбы с армянскими силами. Этот отряд возглавил полковник Теран Минсимов, который в августе этого года принял руководство Азербайджана-турецкой группировки в ходе учений в Нахачеване. Минсимов был отправлен на тот свет всего через два дня после прибытия в Азербайджан, отмечает Синанян. Представители армянской общины Абхазии отправились на войну в Карабах в качестве добровольцев. Первая группа из более 20 человек отправилась 6 ноября. Ей уже выбрали и название Амшен. При необходимости будут новые отряды. Фотографии добровольца Высочинского аэропорта в своем фейсбуке опубликовал помощник президента Абхазии Ахра Аветсбаб. Каждый этнический армянин имеет право защищать свою родину. Поэтому первая ласточка – добровольца из Абхазии группа Амшен. Ангелы-хранители каждому написал представителя президента Абхазии. Сильные дожди вызвали наводнение в провинции Хакари в Западной Армении. Наводнение повредило мост на трассе Шамендлы-Дереджик и частично ее обрушило. Закрытая для движения автомагистраль была вновь открыта спустя три часа благодаря усилиям местных дорожников. На площадке между церквями Святой Анны и Святого Катурика 8 ноября состоится благотворительный концерт, вся собранная сумма от которого будет направлена в фонд страхования военнослужащих. Как передает Армен Пресс, концерт состоится в 12 часов дня, сразу после воскресной литургии. В концерте примут участие национальный квартет «Комитас», художественным руководителем которого является Эдуард Адавусян, государственный камерный хор ОВР под руководством Соны Ованисян, солисты национального филармонического оркестра Армении, певец-композитор Ван Арцлуни, дудуйкист Нурайр Картащан, дуэт Лилит Блэян и Тиграна Тер Степаняна, и также артер Артур Карапетян. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Масун», «Казгагракан» 2-й паре «Хамуйт». «Казгагракан» 2-й паре «Хамуйт» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Оставайтесь с миром!